друзья посозерцайте мою улицу на которой я живу смотрите какая красота даже невзирая на эти вонючки которые проезжают мимо меня все равно на этой улице очень красиво а в конце улицы налево я живу привет всем с этой моей улице а вот девочка с песиком песик такими временами появляется гуляет сегодня по верхней части представляете собачка не там траве лазит вот 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 по этой дороге водят девочки еще одна девочка но это вот далеко не девочка до еще я хочу вам передать всем привет сегодня значит во владике как всегда пасмурно но признан как дождя я не вижу червей на асфальте нигде нет крокодилы низко не летают в общем дождя похоже не будет а если и будет то есть синоптик т 3 новой пока я пошел вот такого прикола еще не было будет откуда взялся это репортаж стропы узбекского хашимина друзья я вас всех приветствую шлю вам свой горячий горячий привет и от станка кстати останки сегодняшнего дня этот станок сменил свою половую ориентацию связи с тем что я основатель науки токебана науки образности я пришел к выводу этот станок 1к 62 по имени не имеет не может быть мужского рода потому что я работающий с ним на нем есть мужского рода ориентацию я не менял 60 лет еще 40 не буду поэтому друзья для совершения различных технических актов я согласно моей ориентации я решил переименовать станок 1к 62 женское имя сегодняшнего дня он носит имя екатерина катя номер один екатерина первая представляете вот с ней с екатериной первой с этой красивой надежной стройной ой 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 какой машиной я готов совершать в день по тысячи технических актов все друзья имейте ввиду сегодняшнего дня я называю станок катериной первой моей моей второй половиной представляете все должно быть как у людей в смысле как у токарей и хе-хе в общем я убрал несправедливость мировую сегодняшнего дня хе-хе-хе-хе я совершаю я буду сегодня точить наверное втулки из бронзика на екатерине первой или с екатериной первой я пока еще не врубился в смысл на ней или с ней ну сейчас пока катя у меня вся в железной стружке потому что вчера был акт по рождению поршня мы родили с ней поршень вот он лежит красавец красавец вот пасочку на работе снять потому что я вчера на радостях чухнул со скоростью звука домой и не успел сегодня я вот эту пасочку уберу если конечно вы хотите я вам покажу как как я убираю пожалуй покажу вдруг кто не знает как убрать вот эту вредную фаску вот видите вот она это от леса остается когда режешь что-то вот много раз остается в некоторых случаях остается вот это вот стружечка или не стружечка ну фигуршечка в общем я буду срезать его итак мы после некоторых совещаний с Екатериной первой решили убрать вон ту фаску механическим путем сейчас мы вам покажем вот мы ее убрали теперь еще вручную напильничком шлифуем вот эти вот эти вот эти Продолжение следует... 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 и оба выравниваем только так и баски делают все на глаз вот мы отметили вот эта вот часть вот которой мы отметили нам надо будет довести до полного экстаза ну как это делается вы все знаете шуме вам показывать я вот приблизительно показал а потом покажу еще процессе значит процесс будет занимательный захватывающий вы есть конечно еще один способ отметить длину которую нам надо там пройти резцом это делается примерно так сейчас я вам покажу берется мерилка по токманскому штанги циркуль по вашему берется вот так вот эти вот бац подводится хоп и далее получилось 52 теперь мы берем вот вот так чужие люди чужие люди мы уходим под поле друзья я возмущен я рыдаю катерина тоже вот представляет желтый металл вы увидите да и вы наверняка все перебрали думаете это золото думаете это бронза думаете этого той а я вам признаюсь я тоже так думал но оказалось говно резцы не берут блин представляете это ужасом не втулки точить из них короче катерина бастует не хочет точить а я тоже и 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 я вот наконец-то здесь целый день понял почему такая бронза хреновая это ужас это не бронза это ой желтая ну короче говно потому что у нас сейчас своей бронзы то в россии нету всю мы поздавали в девяностых китай а теперь они ее там перегоняют переваривает и нам дерьмо шлют представить и вот это мне сказал наш это вообще говорит это говорит из кита китайская могу сейчас только китайские покупаем вот результат о коммерсе наши это такой народ короче жадноватый до ужаса появить и нормальные за нормальные металлы на нормальные деньги платить а вот за и деньги дерьмовые поэтому все что подешевле хотя все плачут не вот этот на базах они берут страшное бабло вот этот килограмм говорят 500 рублей с лишним стоять а вот здесь вот только 200 грамм поднимают здесь на работу так что знаете друзья теперь мы пользуемся китайской бронзой я сегодня узнал все а я думаю начать такое на такой степени я помню при советской власти точил бронзочку рюмки делал да мало ли чего много чего делал так просто было замечательно она крошится так мелко-мелко под резцом крошится хотя а вот это как латунь блин как нержавейку даже хуже все эти ладно я вас сильно расстроил да я сам расстроился я такой расстроен и весь день 8 втулок